Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Беседа на символ веры То есть, разъясняется каждый пункт символа веры Когда мы говорим верую в или верую что, то речь идет о конкретном содержании веры Например, мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с ним, первое послание к фестивалентам 4 глава Веровать, что Бог воскресил его из мертвых, крепленном 10 глава Уверовав в Иисуса Христа, человек естественным образом пытается узнать больше о Боге Углубить свое познание верующим может через Священное Писание Которое рассказывает о том, как Бог открывает себя людям Это откровение Бога о себе подвигнуло верующих формировать символ веры Перед тем, как принять крещение в христианских общинах древней церкви Новокрещенные кратко исповедовали основные догматы христианской веры В послании апостолов присутствует множество кратких формулировок христианской веры Павел, раб Божий Иисуса Христа, призванный апостолом, апостол избранный Благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков Своих в Святых Писаниях О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти И открылся Сыном Божиим в силе по духу святыни Через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем В послании к римлянам 1 глава Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира Но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога Который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога 1 послание Петра 1 глава Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши Послание к Галатам 1 глава и другие Все формулировки, символы христианской веры в Древней Церкви основаны на Священном Писании По мере увеличения количества христиан и с появлением в 4 веке по Рождеству Христову возможности свободно исповедовать веру в Иисуса Христа Церковь приняла решение унифицировать символ веры Окончательное формулирование символа веры произошло на 4-м Вселенском Соборе 451-й год Таким образом, начиная с 5 века, православная Церковь имеет неизменный символ веры Ставший из крещального исповедания неозъемлемой частью литургической практики Церкви Нельзя сказать, что символ веры охватывает полностью все учения о Боге Например, в нем не сказано прямо, что Бог есть любовь Хотя об этом мы знаем из Евангелия Никакой символ веры не может в полноте дать определение Богу и тайне спасения мира Для описания этой тайны не хватит никаких слов Да и невозможно дать описание неописанному Однако, благодаря догматам символа веры Можно более или менее определить христианское учение о Боге Отличие этого исповедания от других учений о Боге Верую во единого Бога Символ веры начинается с поведания единого То есть одного Бога Христианство вошло в мир, в котором царило многобожие И хотя иудеи исповедовали единого Бога Другие народы обождествляли природу Многообразной действующей в ней сил Христианство своей проповедью Своим исповедами единого Бога Восстало против обожествления мира Силы и законы природы Сам мир Все от Бога Но не есть Бог И сразу же символ веры называет Этого единого Бога Отцом Верую в единого Бога Отца Если словом Бог обозначается его абсолютное превосходство над миром То наименованием Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром Но такую связь сущность которой в любви, близости и заботе Христианство отвергает деизм По учению которого Бог причина творения Создатель механизма Прилетшего мир в движение Но в своем движении не участвующего В самом движении не участвующего Бог Отец дарует жизнь И продолжает влюбить свое создание Заботиться о нем Участвовать в мире В наименовании Бога Отцом Заложена ответная любовь верующего к Нему Доверие Любовное сыновнее Ему послушание Но назвав Бога Отцом Символ веры Провозглашает его Вседержителем Верую в единого Бога Отца Вседержителя Этим словом выражается вера Что все в мире принадлежит Богу Все от Него и живет Им Тем самым отвергается дуализм Согласно которому существует два начала Светлое и темное Доброе и злое Дуализм возник из опыта страдания Зла уродства царствующих в мире По мнению дуалистов Зло заключено в материи Следовательно от нее надо бежать В чистую духовность Мир создан любовью И если он отпадает от любви То это именно падение А не сущность мира Мир сотворен Его источник в Боге Творца неба и земли Видимым же всем и невидимым Мир родился не сам по себе Он не является случайным Сцеплением клеток Мир наполнен смыслом У него есть начало и есть цель Созданный Богом мир Отражает божественную мудрость Красоту и истину Бог творец в абсолютном смысле Этого слова Создатель бытия из небытия Ничто небытие Ничто небытие не есть начало Которое можно было бы Противопоставить бытию Бога Это выражение обретает смысл Только по отношению К тварному бытию Которое начало быть Без всякого предварительного условия По отношению к этому началу Бытие первая глава Вместе с тем Бог создал мир Не из самого себя Мир новое бытие Вызванное к жизни Творцом Творчество Бога Не обусловлено какой-либо Внутренней необходимости Библейское выражение Небо и Земля Которое обозначает Целиком весь космос Все то, что существует И сотворено Богом В святоотеческом толковании Получит значение Духовной реальности И материальной И во единого Господа Иисуса Христа Это в следующий раз Завтра продолжим Храни всех Господь Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо